Привет, мои дорогие! Какой мужчина ждёт и мечтает встречи с вами? Какого мужчину приведут к вам ваши ангелы-хранители? А может быть, в этом раскладе вы узнаете того мужчину, с которым вы сейчас? Просто вы как-то проглядели лучшие стороны друг друга. В общем, расклад подойдёт всем. Каждый себя узнает. Иногда нужно исцелить что-то из прошлого, чтобы найти будущую любовь. Или исцелить существующие отношения. Давайте посмотрим на картах Таро. Это будет два расклада. Ангел с левого плеча вашего и ангел с правого теперь активируется в вашем пространстве и поможет вам найти вашу вторую половинку. Или же примириться с тем, кто уже есть. Что хочет сказать ваш мужчина через этот расклад? Какие слова он не может произнести по каким-то причинам? Что хотят сказать высшие силы? Как помогут вам? Это будет короткий экспресс-расклад. Загадайте себе, пожалуйста, правого или левого ангела. То есть правого или левого. Или же я предлагаю смотреть в любом случае всё видео. Потому что так бывает, что в процентном соотношении оба расклада подойдут только по-разному. И так бывает, что если вы смотрите только один, вы пропускаете нужную информацию в другом. В общем, я спрашиваю высших сил, чтобы проявить им уважение. Смотрим видео от начала до конца. Но не ради меня, не думайте. Это отличное. Не сомневайтесь, здесь всё для вас. Ну что ж, я начинаю. Я начинаю с левого расклада, то есть номер один. И что хочу сказать вам, ваш ангел, высшая сила о том мужчине, который есть или будет. Вы узнаете себя. Пятёрка чаш. Это карта сожалений. Это такая карта, когда мы пропускаем шансы сегодняшнего дня, потому что не живём в сегодняшнем дне, а мы живём в прошлом. И очень часто мы живём в прошлом. Как узнать, когда вы живёте в прошлом? Когда вы думаете, вы, скорее всего, в прошлом или в будущем? А когда вы что-то делаете, вы в настоящем. Или замечаете, что происходит вокруг вас, в природе и так далее. Это вы в настоящем. Нужно себя постоянно проверять. И если вы находитесь в прошлом больше, чем 10 минут в день, это нехорошо для вас. Эта карта вообще ангельская. Она говорит, не жалейте о том, что случилось и прошло. Не жалейте о том, что может он вам сказал, вас обидел. Или что вы ему сказали, может быть, по незнанию или по каким-то другим причинам. Не жалейте об этом. Вам суждено быть вместе, потому что есть глубокая любовь, есть глубокая привязанность. И смотрите, хоть и три чаши по этой пятёрке чаш, три чаши — это прошлые обиды, недоразумения, третьи лица, которые мешали. Это три чаши. Но впереди две чаши. И хоть эти три чаши наполнены грустью, печалью, болью, красной вылета кровь, или же обидой зелёной желчи. Впереди две чаши. Это вы и он. Два типа нумерологии, вы и он. И ваша любовь возобновится. А также, если у вас были плохие отношения, ущербные, они закончились, то эта карта говорит, оставьте это там, где ему быть. И знайте, что впереди двойка — это ваше число, вы и он, ваш любимый человек. Он — это как человек, мужчина. Пожалуйста, переделайте это для себя на свой лад, потому что я говорю для со женщины. Конечно, как вы видите, я в платье. Ну что ещё? Ну, в общем, как умею, так и говорю. Ну что ж, смотрим ещё карту для левого ангела, для левого ответа на вопрос, что советуют высшие силы. Это карта отшельник. Отшельник — это отказ от чего-то, что ущербно. Это опять же отказ от сожалений, от неудач, отказ от... Вы не желаете плакать больше, не нужно. Вот здесь он смеётся, и лестница в небо. Лестница в небо — это намёк на лестницу. Иосиф, по-моему? Нет, лестница. Хм, Якова. Извините, сейчас у меня вылетело просто из головы. Лестница Якова, по которой ангелы сходят вниз и вверх, вниз и вверх. То есть это говорит, что вам шансов будет дано очень много встретить новую любовь. Или вам шансов будет очень давно примириться с ним. То есть что для кого, да? Но эта лестница освещена розовым светом. Это свет счастья и любви. Не сомневайтесь в этом. Отшельник — это человек, которому хорошо с собой тоже. Потому что любовь, она регенируется изнутри. То есть что такое любовь к себе? Это к себе относиться с верой, верить в свои силы, надеждой. Надеяться на лучшее, потому что будущее многовариантно, и там много хорошего. А также верить в свои силы, имеется в виду, да? И знать, что любовь — это самоуважение. И позаботиться о себе. Отшельник делает лучше других это. Он идёт в пустыню не для того, чтобы там людям помогать. Люди просто вдохновляются его примером. А он помогает себе отбросить то, что ему уже не нужно, что отжило. То есть отшельник — это вы, который отбрасывает, в общем, ненужный разговор критический с собой. Или то, что было с ним. То, что вас разъединяло. Или другие люди. Или финансовые неудачи. Или же какие-то проблемы. Или же бытовые какие-то проблемы. Или же проблемы, связанные с недвижимостью и так далее. Это всё позади. Впереди будет только любовь. Какой ещё совет от ангелов по первому варианту? Но это толщаж. Это новый шанс. Это новый шанс для любви. Это новый шанс для отношений. Для отношений, если вы с ним уже знакомы, это шанс помириться, любить друг друга по-новому, потому что новый шанс. Или же это шанс для новых отношений. Шикарная карта. Так что по первому варианту точно будет любовь. Вы будете любимы. У вас будет просто счастье. Сплошное счастье, потому что толщаж это и значит. Нужно просто знать, что это будет. А теперь по правому ангелу. То есть ещё один второй вариант, второй совет. Как найти любовь. Кто ваш будущий мужчина. Или сможете ли вы примириться с нынешним. То есть здесь просто расклад на любовь для всех. Десятка чаш. Но здесь без слов. Здесь без слов. Это понимаете, тогда, когда у вас уже столько общего. У вас уже столько любви. Сука тепла друг другу. Столько взаимопонимания. Сука взаимовыручки. Столько терпения друг другу. Что у вас есть своя империя. То есть это для кого-то новая квартира будет. Или новый дом. У вас есть взаимопонимание. Это новое отношение. Даже с тем, кто сейчас с вами. То есть по-новому относиться друг к другу будете. Или же это новая любовь для многих, которая приведет к удачному, счастливому и очень долгому длиною всю-всю длинную жизнь, любовь. А также это финансовое благополучие в семье, когда на все хватает, здесь вот ваше имение. Когда есть, может выиграли в суд или получили хорошее наследство, получили хорошую работу он или вы. То есть когда у вас уже так все хорошо, когда вы так знаете, что работает для вашей пары, а что не работает, просто не делаете. У вас может быть будут дети, внуки. Это счастливая жизнь. В этой карте у Райдера Уэйт есть радуга. Радуга это примирение. Очень хорошая карта для примирения с существующими партнерами. Или для поиска человека, с которым будет легко найти общий язык. Вот радуга об этом. Когда легко найти общий язык. Ну что, вторая карта для второго варианта. Шестерка Пентакли это деньги. Денег будет так много, что можно будет и детей, и внуков выучить, купить новую мебель, купить новый дом или квартиру, купить красивую одежду. Там деньги на уход за собой это никто не отменял. Потому что с возрастом нужно все больше и больше ухаживать за собой, чтобы с удовольствием на нас смотрели наши любимые. И мы на них с удовольствием. На все будет денег хватать. На поездки, на развлечения, на удовольствие, даже на украшения какие-то. У вас будет много денег. Вообще страх бедности, он архетипичный. Выбрасываете его через фоточку. Потому что по этой карте 6 это когда... Это фамильная карта. Это когда всего хватает. То есть 6 это дважды 3. 3 это уже выход, это уже решение. 3 это уже мечты исполняются. А 6 это дважды 3. Это когда непременно 100% исполняются все мечты. И вы очень счастливы. Какой совет дадут Таро? Смотрите, это четверка Пентакли. Это стабильность. То есть я намек на то же самое, что я правильно сказала. Это стабильность в ваших отношениях. То есть теперь уже качели прекращаются, треугольники прекращаются. Ваши отношения становятся очень и очень стабильными. Вот это прежде всего. А тоже стабильные финансы, которые так необходимы. Например, если мужчина долго не мог работу найти. Или вам ваша работа не нравилась. Или у мужчины был такой тяжелый начальник, что он начинает пить, например. Или какие-то плохие привычки. Или плохое настроение постоянно. То есть здесь стабильная обстановка на работе. Все будет хорошо. И вот эта карта показывает тоже человека. Это вы человек, которому легко. Хорошая погода, солнечная, теплая. Теплая погода в отношениях. Все замечательно. Вот такие расклады, мои уважаемые друзья. Если у вас на экране есть красное написано «Подпишись», это значит, что вы не подписаны. А чего вы ждете? Потому что я делаю расклад для вас. Это значит, что здесь для вас помощь. Это для вас выгодно. Подписывайтесь. Нажимайте на это красное слово пальчиком. Ничего не нужно платить абсолютно. Дружба от сердца к сердцу. И за деньги вообще не купишь. И когда вы нажмете на красненькое «Подписаться», оно станет сереньким. Это значит, что вы подписаны. А значит, вы мой официальный друг. Это замечательно. Потому что я с вами уже дружу. Я же делаю для вас расклады. А также оцените мою работу. Поставьте пальчик вверх или вниз. Почему? Для вас это хорошо. Это выход эмоций. Поэтому сделал это YouTube. Не для того, чтобы там продвигать какой-то канал. Нет, это не то. Для того, чтобы вам выразить эмоцию. А я как гомеопат скажу вам, это очень полезно выражать свои эмоции. Так что выразите свою эмоцию. Будьте арбитром. Будьте экзаменатором. Поставьте пальчик вверх или вниз. Оцените мою работу прямо сейчас. Я вас очень люблю и желаю вам счастья. Я знаю, поэтому мы с вами очень скоро. И обязательно увидимся.